Всем привет! Психология, а также личный человеческий опыт говорят нам о том, что практически любая мысль человека материальна. С одной стороны, звучит обнадеживающе, а с другой – очень страшно. Ведь мы зачастую поддаемся эмоциям и думаем из горяча о недопустимых вещах. Да и желания наши в тот момент далеки от идеала. Но можно ли научиться управлять своими мыслями? Скептики, конечно же, скажут, что это полный бред. Все в жизни зависит от конкретных дел, а не только от мыслей, которые и пощупать-то нельзя. Если в это верить, то жизнь может быть такой – вы будете лежать на диване и правильно думать, но при этом ничего не делать, а только лишь мечтать. И спустя какой-то срок все твои желания исполнятся, прямо как Емеля на печи из любимой всеми нами русской сказки. Но в жизни все гораздо сложнее, чем в сказках. Но, конечно же, каждый из нас хоть раз в жизни мечтал, что мысли могут воплощаться в жизнь. Подумал о чем-то и забыл, как вдруг это событие происходит наяву. И если мысли и в самом деле материальны, то все зависит только от нас. О чем мы думаем, то и притягиваем мы в свою жизнь. Жизнь у всех сложная, поэтому люди часто думают о своих проблемах на работе, семейных неурядицах, а также прочих других проблемах. Следовательно, думая о негативе, мы притягиваем его к себе. Мы начинаем смаковать все это, копаться в себе, выискивать все новые и новые причины, пожалеть себя и пожаловаться на трудную судьбу. И вместо того, чтобы исправлять, ситуация усугубляется еще больше. А как показывают жизнь, плохие мысли, к сожалению, у людей гораздо чаще возникают, нежели хорошие. Вывод здесь очень простой. Думать о хорошем и позитивном, и оно к тебе обязательно придет. Твоя жизнь станет счастливой и успешной. Сказать, конечно, это просто, но сделать не очень. Психология утверждает, что нужно уметь правильно думать и желать, а точнее, правильно формулировать свои желания. Не нужно сразу ждать их воплощения, должно пройти какое-то время. Так кто же реализует наши мысли. По мнению психологов, это вселенная. Каждая наша мысль, будь то жалоба или пожелание, воспринимается ею как пожелание, которое нужно исполнить. Вот и получается, наше сетование на жизнь воспринимается как желание. Все это исполняется и жизнь становится лишь хуже. То же самое случается и с нашими фобиями. Если мы чего-то боимся, оно непременно произойдет. Психологи говорят, что нельзя сетовать на жизнь плохую погоду и прочее. Эти мысли приводят к деградации и тупику в жизни. Нужно уметь радоваться всему, видеть любой ситуации только хорошее. Тогда позитив и успех непременно придут к вам. Итак, сначала нужно выкинуть из головы все плохие мысли и страхи. Начать видеть в будущем лишь хорошее, а мысли ваши должны быть созидательными. Ученые говорят, что каждая мысль имеет свою энергию. Нам это трудно понять, но хорошие и дурные мысли, какие бы и не были, имеют разную форму и разные цвета. Плохие мысли – это корявые формы и темные тона, а хорошие – стройные формы и яркие тона. Получается, что мир наших мыслей – это тонкая материя, которая существует параллельно нашему миру. А сила мыслей позволяет воздействовать на окружающий нас мир и менять его ради получения желаемого результата. Люди любят фантазировать, рисуют в своем воображении картины желаемого будущего. Ученые, изучив работу головного мозга, пришли к выводу, что нас разум не различает реальность и придуманные нами картинки. В этом и есть сила наших мыслей. Не зря Эйнштейн говорил, что наше воображение – это демонстрация грядущих жизненных соплитий. Есть несколько фактов, которые помогают нам воздействовать на сознание. Во-первых, это визуальное представление желаемого, ведь подавляющее большинство информации мы получаем через зрение. Во-вторых, словесное выражение желаемого. Неоднократное словесное повторение желаемого приводит к ускорению его подсознания. Именно на этом построены многие аутотренинги в психологии. Нужно говорить себе «я могу, я сумею, я все преодолею». Итак, мы говорим о том, чего хотим достичь. Рисуем воображение желаемой картинки. Все это откладывается в нашем сознании. А дальше начинает работать сила наших мыслей. Главное – это очень в это верить. А ученые доказали, что современный человек использует лишь малую часть своих способностей. Так может быть, притягивание силой мыслей светлого будущего – это еще одна грань, которую нам предстоит постичь. Чтобы сила мысли заработала, нужно неустанно работать на внутреннем миром человека. И мощная внутренняя энергия должна еще более усиливаться. Не может быть у слабого человека сильная мысль. Но мы живем не в изоляции. Вокруг нас постоянно происходит что-то, что способно перечеркнуть все наши благие намерения, и мы перестанем думать о хорошем. Например, на улице вас обматерил прохожий. И что делать в этом случае? Не реагировать на внешние раздражители? Улыбнуться и сказать, что это самое плохое в моей жизни? И все? Внутри своего сознания нужно устанавливать своеобразный фильтр, который будет пропускать хорошие мысли, а прошлые обиды и вину блокировать. Ведь прошедшие обиды – это медленное убийство, которое способно ввести на нет все ваши усилия. Также желательно узнавать лишь позитивную информацию и фильтровать плохую и негативную. Нельзя словесно или мысленно обзывать себя, коря в неудачах. Даже в мыслях нельзя этого делать, ведь это может укорениться в вашем подсознании и запрограммировать вас на предстоящие неудачи. Не рекомендуется обсуждать неудачи чужих людей, потому что это тоже притягивает к вам негатив. А самое главное – это нужна какая-то четкая цель, которую вы хотите достичь. Нужно идти к ней, веря в собственные силы, любя себя и зная себе цену. Нельзя сомневаться в своих силах, нужно верить, что все можете преодолеть. То есть нужно быть грамотным, умным и интересным человеком, вот и все. Тогда все пойдет как в песне, весь мир прогнется под вас. Хотя согласно статистике, более 80% людей на пути к своей цели разочаровываются и сходят с пути. Не делайте этого, и вы станете успешной личностью из числа немногих.